Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Россия и страна ОПЕК нанесли новую пощечину Западу. Вчерашнее неожиданное для западных СМИ решение о сокращении странами ОПЕК добыча нефти нанесло пощечину коллективному Западу. По словам экс-депутата Европарламента и лидера французского движения Патриота Флориана Филиппо, хлесткая пощечина от России досталась лично министру финансов Франции Бруно Лемера, обещавшего до этого обрушить российскую экономику за счет санкций в нефтегазовой сфере. Как выяснилось, от введенных санкций российская экономика фактически не пострадала, при этом французские НПЗ остались без сырья для нефтепереработки. Ограничение странами Большой Семерки предельной цены покупки российской нефти привело к укреплению сотрудничества между Россией и другими экспортерами черного золота. Вчерашнее решение примечательно тем, что Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир, Кувейд, Ирак и Казахстан договорились о добровольном сокращении нефтедобычи вне заключенной ранее сделки Обек Плюс, в соответствии с которой экспортеры решили сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки. Теперь помимо этого перечисленные страны дополнительно сократят добычу нефти на 1,1 млн баррелей в сутки. На новостях об этом нефтяные котировки сегодня прибавили 7% и торгуются в районе 85 долларов за баррель. Любопытно, что последний месяц в западной прессе подогревалась тема о том, что страны Большой Семерки планируют ужесточить нефтяной потолок и снизить предельную цену покупки российской нефти с текущих 60 до 51 доллара. Указанные спекуляции оказывали давление на котировки. В середине марта цена на нефть первые за последние два года краткосрочно опускалась в район 70 долларов за баррель. Указанная цена была выгодна США. Американский президент Джо Байлен ранее озвучивал намерение Минэнерго США покупать нефть не выше 75 долларов за баррель для восполнения в половину растраченного за последний год стратегического нефтяного резерва. Вчерашнее решение стран ОПЕК России и Казахстана делает невозможным дальнейшую реализацию плана руководства США. Альянс нефтедобывающих стран четко продемонстрировал готовность и дальше сокращать добычу черного золота для того, чтобы предотвратить снижение цен и доходы экспортеров нефти. В завершение отмечу, что новые ограничения вступят в силу с 1 мая и продлятся до конца года. Субтитры создавал DimaTorzok